Я даю согласие на видеосъемку. Меня зовут Медведник Сергей Сергеевич, 30.01.1996 года рождения. Уроженец Астраханской области, города Знаменск. Перед армией работал в логистике, разгрузка-погрузка машин. После... там познакомился с Мухаммедом, после чего он мне, может, месяц назад предложил приехать к нему на службу. Так как без подготовки, и он мой знакомый, и он ближайший окружение командира, я думал, что я буду работать в КХО, комната хранения оружия, либо на складах, что-то как-то где-то. Нас отправили на самую переднюю, в самый передний блиндаж с задачей сидеть и не высовываться. После чего мы сидели и не высовывались. То есть утром мы услышали голоса, ваши голоса. После чего я предложил, давайте сдадимся. Наши двое бойцов сказали, ну, вообще вот этот мобик. Там было два Ахматов, но я, Ахмат и мобик. Он сказал, я в плен сдаваться не буду, тот подтвердил это. Они вышли в спину вашим, я их отпустил на метров 7-8. После чего они открыли огонь, ваши, их задвухсотили. Меня подстрелили, я упал на землю, откатился в кусты. Снял с себя все. И опять же без должной подготовки я даже турникет не смог на себя наложить. После чего в радиусе 10 метров вокруг меня, ну, по ту сторону, как бы с этой стороны никого не было, по ту сторону я услышал ваши голоса. Я сказал, мужики, не стреляйте, я сдаюсь. Все, меня взяли в плен. Ко всем русским предвзятое отношение со стороны чеченцев. Ну, дай-подай, убери, принеси. Командиры сидят, пьют воду, курят, а русские в основном все носят. А почему так? Вспоминают, может, чеченскую войну. Ни одного чеченца ни рядом, ни спереди ты не увидишь во время, ну, таких позиций. А почему? Берегут. Берегут. Они всегда говорили, что это семья, мы чеченцы, мы семья. А ты сам что думаешь про это? Ну, это же не есть хорошо. Если ты пришел в отряд, надо быть все, как бы... Это, ну, все одинаковые. Нету такого, что ты чеченец, ты поэтому пьешь воду, а ты нет, и поэтому ты несешь мой рюкзак. А было вот именно вот так. Я знаю, что они в ТикТоке снимаются. И как? Ну, это я просто знаю. Как бы попадались видео, где они с улыбкой выстреливали с РПГ и прятались обратно. И как бы мне вообще говорили про Ахмат, что она пятая линия обороны, там, в самом-самом сзади. Командиры сейчас находятся в 25 километрах от Бахмута. Там безопасно, магазин. Света нету, воды нету. Но, тем не менее, они живут. Едят, пьют, живут, ходят в магазин. А вот нас отправили на убой. У наших нету мотивации. Некоторые пришли, потому что боятся тюрьмы. Как в России делают? Отправляют повестку, не приходишь. Дают тюрьму. В тюрьме предлагают в ЧВК. Нет, они идут опущенными. Я думаю, победы у вас. Слишком вы, ну, как сказать, настроены. Настрой разный, настрой в ваших подразделениях и в наших подразделениях. Настрой вообще максимально разный. У вас он гораздо сильнее. А в чем этот настрой проявляется? В защите своей земли. В глазах, глаза горят. Это не просто бойцы, которые, ну, там. Знаете, я даже не знаю, как сказать. С бутылкой пива поймали и привели на передок. Нет, это люди, которые пришли защищать. Это разные взгляды у нас и у вас. Спасибо. 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 Спасибо.